Этот вирус не передается воздушно-капельным путем, но защита от него необходима. Так решили казахстанцы и надели марневые повязки. На прошлой неделе в Казнете стартовала акция против имперского вируса. Более 200 человек, среди которых политики и артисты, заменили свои фотографии в фейсбуке на селфи в медицинской повязке. Таким образом, гражданское общество пытается обратить на себя внимание властей и выразить протест против вступления Казахстана в Евразийский союз. 29 мая у нас будет подписание, планируется Назарбаевым договора о создании Евразийского союза. О том, что он незаконен и проводится без референдума, без обсуждения, без дебатов экспертами и общественностью. Все это вызывает большие нарекания, подозрения, что наш лидер нации, так называемый, оказался под каким-то большим давлением со стороны России, Кремля и подписывает, по нашему мнению, кабальный, невыгодный договор. Формулировку «имперский вирус» предложил инициатор акции Сирикджан Мамбеталин. Он, как и многие казахстанцы, уверен, что вступление республики в Евразийский союз не сулит республике ничего хорошего. Во-первых, содружество образуется из авторитарных государств. Во-вторых, у него уже есть несомненный лидер Владимир Путин. В таких альянсах всегда доминируют самые большие влиятельные страны. В данном случае это Российская Федерация, интересы которой, несомненно, будут выдвигаться на первый план. Казахстан же останется в унизительном меньшинстве. Республика рискует на многие годы лишиться независимости и стать заложницей России. Однако марливую повязку, как отличительный знак, активисты выбрали не только для того, чтобы защититься от так называемого вируса. Перевязанные масками рты – это еще и символ нежелания правительства услышать голос народа. Я думаю, что это тоже такая акция, которая придумана в Фейсбуке, разными пользователями ее поддерживают, да, очень многие пользователи. Я думаю, что в целом правильно, но эта акция, скажем так, чисто фейсбушная, да, можно сказать, чисто в социальных сетях в рамках этого. Я не думаю, что нужно ограничиваться вот только такими акциями, маски и так далее, там, медицинские маски одевать и фотографироваться. Конечно, это тоже неплохой вариант для активизации тех протестных людей, которые выступают против создания, подписания договора с ЕС. В этом плане, я думаю, что это правильно, да, но это такая, можно сказать, только в рамках Фейсбука и ничего более. У акций марливых повязок нашлось и немало противников. Например, Мухтар Тайжан, активно не принимавший идею вступления Казахстана в Евразийский Союз. На своей странице в Фейсбуке написал. Друзья, я хочу быть правильно понятым, я не против вашей акции масок, но я просто хочу до вас донести, что это катастрофически, до смешного мало и поздно, чтобы сохранить независимость государства. Маски за две недели до подписания Евразийского экономического союза – это слегка смешно, согласитесь. Без обид, но это жест беспомощности, закрыть себе рты. Мы должны честно признавать самим себе, что сами профукали свою страну. Это объективный диагноз, с которого должно начаться лечение. А тут маски, игрушки какие-то. Да чихать мир хотел на ваши, наши маски, на аватарках. Хоть всю жизнь с ними ходить будет весь Казахстан. Нужна готовность к реальным действиям, а не к играм в Фейсбуке. Негативная реакция – тоже реакция, считают активисты. Если идея с повязками неэффективна и глупа, то почему же столько людей обратило на нее внимание? Более того, масштабы флешмоба вскоре перерастут в интернет-пространство. 29 мая, в день подписания договора о создании Евразийского экономического союза, граждане Казахстана выйдут в марлевых повязках на улице. Сотни людей выразят свой протест против потери независимости страны. И можно рассчитывать, что в Казахстане, где за проявление недовольства действиями власти жестоко наказывают, на этот раз пострадавших не будет. Ведь марлевая повязка за 15 тенге – не плакат и не лозунг, а значит и опасность угодить за решетку отпадет.